Музыка Музыка Опасно в клипах «Задам наперёд» персонажам ходить Музыка Как это, лежать на жопе Здарова, м 퍼цTR Музыка Машечки творите, боже-боже, ай-яй-яй-яй-яй. Предыдущий ролик целиком набрал 500 тысяч просмотров, а его отдельные отрывки, ой, страшно сказать, 10 миллионов. И из-за огромного количества гневных комментариев в свой адрес, мне придется сразу в начале ролика сказать, что прошлое видео многие восприняли почему-то как шутку. Как просто забавный способ провести 10-15 минут. Но, друзья, какие шутки? Это же ролик на ютубе, здесь всегда все научно и серьезно. Спешу развеять ваши сомнения, разумеется, я искренне верю в то, что все, что мы сегодня посмотрим, было изначально задумано авторами и заложено в эти песни. И, разумеется, моя задача осквернить все эти произведения искусства. А теперь погнали к ролику. Помните, как звучала песня крокодила Гены задом наперед? Ох ты, я беру. Осты, ящик, ты же иду, гавел булок. Гавел булок, гавел булок. Осты, ясты, ясты, ясты. Нет, это, конечно, ничего не переплюнет, но я решил попробовать с советскими мультиками еще раз. Так что для разогрева бабки-ежки задом наперед. Вот они там как-то странно относятся к какому-то мужчине, что думал о мужчина, что за чертовщина. Что ж, теперь мы знаем почему. Любил мужик выпить, получается. Дальше идет обсуждение, видимо, моего контента, потому что там что-то про сочетание в мышапах и про мемасы. Ну а дальше бабки-ежки очень сильно орут с мемаса. И называют кого-то лалкой. Ну бабкам-ежкам двоечку поставлю, как-то не особо впечатлил. Едем дальше. Друзья, сейчас хочу рассказать вам про полноразмерные Hi-Res наушники открытого типа FIO FT3. Динамики диаметром 6 см имеют специально разработанный подвес, покрытый бериллием. А диафрагма изготовлена из алмазоподобного углерода. Это обеспечивает высокое качество звука. В комплекте с наушниками FIO идет приятный кожаный чехол-кейс. В нем изначально лежат сами наушники. Высококачественный кабель. Два комплекта амбушюр. И переходники на все случаи жизни. Надо сказать, выполнены наушники крайне качественные, из хороших материалов, алюминий, кожа. В руках держать приятно. Имейте в виду, для достижения высокого уровня сигнала по отношению к шуму, наушники сделаны высокоомными. Их импеданс 350 Ом. Я сейчас подключаю их к компьютеру со встроенным усилителем для высокоомной акустики. Но в полной мере они, конечно, раскроются с хорошим усилителем. Слушайте, огонь вообще. За довольно невысокую цену, учитывая их класс, звук отличный. Вообще, если вы не пробовали открытые наушники, очень советую. Как написано на сайте у ФИО, такая конструкция снимает свой вуалис вашей музыки. Вот точнее и не скажешь. Ссылку на наушники я, конечно, оставлю в описании. Переходите и ознакомьтесь сами. А мы вернемся к ролику. Переходя к дальнейшим открытиям, я решил узнать таинственный смысл песни «Арабская ночь». Помимо того, что это кавер на ролик с казино, конечно. И я понял, что в оригинальной песне не говорится, в какой конкретно стране они находятся. В Восток, знаете ли, дело растяжимое. Так вот, теперь мы знаем, где. Астана. Ну а дальше какой-то полный джибереж. Дальше Аладдин нам говорит, что он приземлился на ковре самолете, но почему-то в женском роде. Но дальше объясняется, почему. И даже как его зовут, говорится. Никакой он не Аладдин, он Ксара. Ну такой тоже разогревочный уровень, не знаю. Два Барботкиных из семи. И едем дальше. Ну а дальше все, пошли, конечно, разрывные. Потому что, когда я включил рюмку водки на столе задом наперед, я сразу же услышал требование определенного напитка от Лепса. И эта рюмка совсем не водки. А кое-чего другого. Конкретно расстроился мужик, что кефир кончается. Вообще капец. Даже собака вон, смотрите, грустная какая. Затем следует обращение к матери. Практически как в СМИ-шариках было вот винта. Ну, весна или не весна, а нос совать куда попал я не рекомендую. Что ж, мы поняли, что Лепс не хочет водки. Кефир ему нравится, но он кончился. Может у него еще к каким-то напиткам ненависть присутствует? Давайте-ка послушаем. Блин, он так смачно это сказал прям. Чувствуется, что две Н в этом слове. А вы задумывались о том, как опасно в клипах задом наперед персонажам ходить? Они же ходят, назад они не видят, на что они могут наступить. Вот Лепсу и не повезло. А знаете, какие мне кажется на самом деле звуки у человека наступившего на глость? Поймут не все. Ну ладно, думали, скажу, едем дальше? Нет, в рюмке водки есть еще много чего интересного. Затем, по легенде, один борец попросил Левса помазать его кремом указательным пальцем. А он не очень захотел это делать. Затем, какие-то странные просьбы к неизвестному нам армянину лечь определенным образом. Интересно, как это лежать ножом? Кефир, видимо, был не очень, поэтому Лепс решил устроить челлендж. И выигрывает. Боже, чем я занимаюсь? Ну и еще раз проетоду кефиру в конце. Ладно, еще один отрывок ставлю, но это прямо строго 18+. В общем, складывается ощущение, что Лепс в этой песне тупо просит принести ему все, что угодно. Но оказывается, что нет. Некоторые предметы его совсем не интересуют. Ну, не нужны и ладно. За кефир, ребята, я поставлю здесь шестерку. Я не знаю, это полный разрыв, по-моему. Но для семерочки все-таки пространство мы оставим. Спасибо. И едем дальше. Есть много версий, о чем поется в песне «На заре» на самом деле. О том, как в детстве мы представляли будущее, о переходе в загробный мир. Это все фигня, ребят. Что вы говорите, когда приходите в кафе взять себе шаверму в пите? Ну, не знаю, как вы, а я теперь буду говорить только так. Вообще, в этой песне еще кое о чем поется. Но я даже не знаю, что тут комментировать. Мягкий хвор за Стэйси, да. Блин, группе «Альянс» хочется всегда ставить семерки во всем. Но здесь мы оцениваем именно юмор. Юмор здесь на пятерку. И едем дальше. Давайте разбавим немного атмосферу мультфильмами. Дальше я по фану включил песню с Мишариков про Кострому, по-моему. Задом наперед. И там всю песню был полный бред. Вообще ни одного слова не разобрать. И тут вдруг бык изъявил в этой песне довольно странное желание. У всех свои приколы. Кому-то пирсинг нравится, кому-то тоннели, кому-то вот... Капец. Но это все фигня. Я даже не вижу смысла тут оценивать. Потому что потом я решил перейти к другим мультикам и послушать фиксиков. И знаете что? Фиксики мне с первых слов дали понять, что им мои вот эти ютуб-ролики не особо нравятся. В общем, дальше посланий там я искать не стал. Ну что же, а теперь предлагаю заценить вам наше все великого и могучего Варелия Медалзя. Для начала у нас признание. Даже два признания. Во-первых, о том, что Миладзе все еще учится в институте, хоть и в очень странном. А во-вторых, что он с ней, видимо, с этой верой, про которую поется в песне, ну, в общем-то, не люди. Всякое бывает. А дальше какая-то Галя не оплатила свой заказ в теремке и попыталась сбежать. Но зонкий глаз Валерия Меладзе замедил ее и пресек преступление. Но, видимо, устремившись за ней в погоню, он падает и сильно повреждает себе руку и нос. Неприятно. Но он, будучи настоящим копом на страже порядка блинчиков, решает, что надо применить оружие. Ну и больше всего из этих самых охранников с оружием он, очевидно, надеется на человека по имени Максим. Новичка в команде. Только принятого на работу охранником. Ну а дальше очередной момент, когда в оригинале песни не было ни слова о том, что показано в клипе. Но если развернуть задом наперед, то там оставлено скрытое послание, которое непосредственно обсуждает то, что мы видим на экране в клипе. Я не знаю, почему этот код считается слабым. Но, видимо, Валерий разбирается получше нашего. Ну что же, вот такой сегодня выпуск. Не очень длинный, но, поверьте, у меня очень много материала еще на следующие эпизоды. Пусть лучше ролики будут покороче, но выходить будут почаще. Поэтому спасибо, что смотрели, ждите следующих роликов и всем пока. Привет, я инопланетный кузен Антона. Если вы прямо сейчас не подпишитесь на его канал, то мы своими лазерами вам что-нибудь отрежем. Подписывайтесь.